Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами очередное видео украшений. Вот вам показываю такую быструю-быструю затравку о том, что мы сегодня будем рассматривать. Быстро убираю свою коробочку, чтобы не портить вам сюрприз и удовольствие. Всем привет! Всем добро пожаловать на мой канал! Кто у меня впервые? Я живу в Канаде, покупаю свои украшения в магазинах Second Hand, в благотворительных магазинах. Цены, которые я показываю, это цены в канадских долларах, это цены, по которым я покупаю свои украшения. И у меня на канале, если вы у меня впервые, видео не только про украшения, но также видео про магазины, обзоры, примерки, в общем, болталки. Все, что мы, девочки, любим и все, что нам, девочкам, нравится. Ну и давайте уже перейдем к тому, что мы сегодня будем с вами рассматривать. И я, как всегда, начинаю с, скажем так, с малоценных вещей, к более ценным, более винтажным и не маркированным. К маркированным, так сказать. Я покупаю не только винтаж, я покупаю современные украшения, если они мне нравятся, кажутся оригинальными, если меня устраивает их цена. В общем, мне кажется, что они необычные, стоят того, чтобы попасть в мою коллекцию. Первая брошь у нас сегодня вот такая дама с клюкой, с клюшкой. Это клюшка для гольфа, конечно, дама, конечно, винтажная. Ну, то есть, сама брошь, может, и не очень винтажная, но дама в старинном платье в стиле конца 19-го, наверное, начала 20-го века. Значит, стоила она мне 6 долларов, 5.99. Давайте мы ее отстегнем. Она имеет маркировку, я находила их в интернете. Это не очень дорогие броши, но они, в принципе... Сейчас, сейчас, сейчас... Есть в разных вариантах они, значит, маркировка ее... Маркировка у нее, видите, Форд. Форд. Т в конце. Форд. Я не знаю, что это за компания, никогда не слышала о ней. Но находила, опять же, броши такого типа в интернете. Они все примерно вот такие вот, какие-то девушки там в разных позах. Вот замочек у нее, мне кажется, все-таки винтажный. Видите, вот такой собачка-замочек. Мне кажется, что это винтажный замок и винтажная вот эта вот сама заклепка. Возможно, что это где-то 70-е, 80-е. Ну, может быть, и раньше, не знаю. Брошь интересная, необычная, сюжетная. Я люблю такие броши именно потому, что они необычные. Ну, и вот если такую наладку пиджака прицепить, то к вам обязательно кто-нибудь подойдет и спросит, что же такая за вещь интересная. Это по-английски называется conversation piece. То есть на вас что-то надето или, так сказать, что-то вы держите в руках. То, что вызывает интерес у других людей, к вам подходит и спрашивают, какая интересная вещь, что же это такое. И это, так сказать, начинается беседа, conversation. И вы знакомитесь с новыми людьми, может быть, с кем-то интересным. Вот такие вещи называют conversation, то есть conversation piece. То есть как бы предмет для беседы. Вот эта брошь, безусловно, является предметом для беседы. Посмотрите, у нее даже лицо сделано. Там он под шляпой где-то глаз, рот, нос, юбка, клюшка. И, в общем, дама явно в движении замахнулась. Сейчас как-то дарит по мячику и, наверное, выиграет чемпионат по гольфу. Так, теперь у нас вот такие клипсы. Стоили они 4 доллара. Они мне просто понравились, потому что я с Орокой люблю разные цветные камушки. Маркировок на них нет, но я думаю, что очень может быть, что они винтажные. Просто потому что, мне так кажется. Я знаю, что я не стопроцентный эксперт, но, возможно, 4 бакса они стоили канадских. Значит, вот эта вот, во-первых, штучка такая пожелтевшая, что говорит об их возрасте. Ну и такая, знаете, хорошо сделанная обратная сторона, качественно сделана. Здесь какой-то крестик. Маркировки нет, но вот есть вот какие-то вот палочки, значки. В общем, не знаю. Мне кажется, что это не маркировка. Больше того, если это и винтаж, то не очень старый винтаж, скорее всего. Но очень красивые они. Посмотрите, какие классные. Небольшие, но при этом в них столько цветов. Короче, не цепляются они к моему пальцу. В общем, посмотрите, какие красивые. Что же это? Пластик или стеклышки? Пластик. Они довольно тяжелые. Может быть, это и стеклышки. Великолепные цвета. Шик-блеск. Очень красивые. И вы видите, они сделаны зеркальным образом. То есть вот этот вот зеленый камень и вот эти вот камушки, они как бы отражаются зеркально. Это говорит о их, так сказать, хорошем качестве и недешевом производителе. Потому что, когда клипсы делают в одну сторону, то это обычно делается дешевыми компаниями. А если ведь они заморачиваются и делают их правое и левое, зеркальное изображение как бы кристаллов, то это говорит о том, что компания не совсем уж такая простая, и дешевая. Ну и хорошие кристаллы такие красивые. Хотя, по-моему, пластик. Еще одна брошь очень интересная. Вообще вот эти вот как-то между собой немножко похожи, сочетаются. Хотя они совершенно разные. Но по стилю какому-то, по выделке металла, в общем, по брутальности такой. В общем, как-то они между собой похожи. Стоила она 5 долларов. Это маркированная брошь. Джей Джей компания. Ну, это такая очень типичная для Джей Джей брошь. Они всегда любят делать вот что-то такое, с пьютерами. Белый такой металл, пьютер. Видите, вот маркировка Джей Джей. Джей Джей компания известна своими брошами. Всякие там кот и мышь. Там разные животные. В общем, смешные такие. У них, в общем, достаточно часто броши бывают сюжетные. И часто про животных. И часто про... Часто такие с юмором немножко эмористические броши. И у них почти никогда не бывает кристаллов в брошах. И, как правило, это вот просто вот металл и какая-то вот картинка, сюжет. Вот это солнышко я никогда не встречала. Кстати, броши Джей Джей, они не очень дорого ценятся на ресейле. Но, тем не менее, ценятся. Есть редкие их броши. Но вот зачастую это просто вот такие вот... Я думаю, что это брошь винтажная. Смотрите, как она сделана. Здесь есть заклепка. То есть, вот эта вот часть золотая, как бы, она приклеплена к остальному изделию. Так, что у нас тут? Солнце, звезды, месяц. В общем, ну, интересная брошь, эффектная, довольно красивая. Такая, знаете, с грубого металла. Ну, в общем, интересная брошь, интересная вещь. Еще одна брошь у нас тоже из белого металла. Стоила 6 долларов она. По-моему, это брошь маркированная. Сейчас я посмотрю точно, кто это у нас. Я уже не помню. По-моему, это маркированная брошь. Интересный дизайн у нее. Сейчас расстегну. Что-то у меня уже голос садится. Давайте посмотрим. Это кора, по-моему, да? Не видно. Ну, да, похоже, что... Да, кора, кора. Надо сказать, что маркировки кора очень часто как-то стираются. Они, видим, как так сделаны были, что не очень хорошо они сделаны. Но, тем не менее, видно, что это кора. Тоже брошь довольно известная. Очень часто встречается на ресейле. Тоже стоит не так уж безумно дорого. Хотя это брошь подписанная, маркированная. Но, по-любому, она стоит дороже 5 долларов на ресейле. Это 100%. И вот такая вот, значит, как будто бы какие-то крылья, полет чего-то. В общем, не могу сказать, что она у нее какой-то такой необыкновенный дизайн, чтобы глаз не оторвать. Но, тем не менее, имеет место быть. Если вы сочетаете его с какими-то серебряными украшениями, то такая вот скромная, деловая брошь эффектная, но в то же время она не бросается в глаза и не привлекает много внимания. Вот эта вот брошь не будет conversation piece. Но, тем не менее, не всегда нужно одевать что-то, чтобы с вами люди пытались разговориться и познакомиться. Иногда хочется надеть что-то такое, чтобы это было поскромнее. И вот я нашла там же очень похожие под нее подходящие клипсы, хотя они совершенно другого сюжета, потому что здесь явно листики, а это, в общем, какая-то такая абстракция. Мне кажется, что у меня очень-очень темно. Пытаюсь сделать поярче, но боюсь. У нас очень темно за окном. Пасмурно и мрачно, поэтому какая-то темень. В общем, стоили они 5 долларов. Они тоже маркированы, но, по-моему, я не разобрала. Сейчас давайте вместе посмотрим маркировку. Классический совершенно сюжет, фасон, клипсы. Два листика, то есть три, вернее. Не досчиталось. Три листика, очень изящные, элегантные, такие тоненькие, нежные, приятные клипсы. Давайте искать маркировку. Смотреть, маркировка есть. Что за маркировка, непонятно. Судя по всему, тоже кора, потому что... Да, точно так же плохо прорисована. И судя по каким-то вот таким вот отдельным буквам... Может быть, здесь будет лучше видно. Хотя она грязная. Какие-то клеи тут налили на неё. Ну да, кора. Кора клипсы. Поэтому вот у меня какой-то вызвало ассоциацию с этой брошью. Потому что всё-таки, видите, один производитель. И они как-то между собой сочетаются. Смотрите, какие приятные, элегантные, симпатичные клипсы. Очень, ну, в общем, интересные, изящные. На ухе прекрасно будут смотреться. В сочетании даже вот с этой же брошью. Хотя у них разный сюжет. Но похожий металл. И как-то вот они чем-то похожи. И чем-то перекликаются для меня, на мой взгляд. Так, давайте посмотрим вот на такую брошечку. Интересная брошь. Тоже вызвала у меня много вопросов. Мне кажется, что она не просто винтажная, а даже, возможно, антикварная. Стоила она 5 долларов. Тоже сделана из пьютера. Очень незатейливый сюжет. Но посмотрите, какой у неё замок, какая у неё застёжка. И судя по тому, как она сделана, возможно, что это брошь антикварная. Тоненькие лепестки, довольно тонко сделаны. Довольно тонкие листочки. Посмотрите, какая интересная застёжка, крючок. Иголка длинная, прикреплена на заклёпку. И в центре вот такая вот голубая вставка. Не пойму, с чего. Судя по, может быть, даже бекелит. Термосет или термосет. Не знаю, в зависимости от возраста. Ну, в общем, она как бы такая очень незатейливая. Очень простой сюжет. Но я подумала, что довольно возрастная. Довольно, довольно возрастная. Скорее всего, даже антикварная. Поэтому я решила её купить. В общем, пусть будет в моей коллекции. Простенькая, скромненькая, но очень симпатичная брошь. Вы видите, у нас сегодня всё как-то вот перекликаются. Перекликаются наши изделия. Следующее изделие. Ну, вот это совсем не похоже на всё остальное, что мы разглядывали. Стоило оно всего лишь 3 доллара. Поэтому я решила его купить. Тоже что-то залито клеем. Что-то, видимо, тут пытались клеить. Маркировок я не нашла. Скорее всего, на таких изделиях. Это вот эти вот винтажные броши. Клипсы, вернее, из 60-х, 50-х годов. Сделанные из... Видите, немножко ржавчины. Сделанные из бекелита. Из вот этих бекелитовых отлитых форм листочков разных. Там, в прошлом видео я показывала, синие такие у меня были. Где-то маркировки никакой, да? Не стёртый, не вытертый. Ой, как там, видите, немножко у меня болтается. Вот, видите, надо его приклеить. Видите, отваливается. Хорошо, что не потерялся. Короче говоря, очень часто это было... Маркировка стояла на броши или на колье, или на браслете. В зависимости от того, что было как бы в комплекте. А может, и не было никакой маркировки. Тоже может быть. Кстати, тоже сделано, видите, зеркальное. Зеркально сделаны клипсы. Вот так, что говорит о их хорошем качестве и хорошем производителе. Обычные незатейливые клипсы. Вот такие вот винтажные. Очень часто встречаются с разным сюжетом. Разные листики, разные цветочки. Но очень красивый цвет. Летний, приятный. Симпатичные на ушки будут очень хорошо смотреться. Очень бы хотелось найти к ним пару. Браслет или брошь. Буду искать. Может быть, по картинке. Но я искала, если честно. И пока что ничего не нашла. Следующая у нас снова брошь. Которая стоила 5 долларов. Интересная тоже вещица. Сейчас я отстегну ее. Очень трудно и осторожно ее надо было отстегивать. Потому что сделана она из филиграни. И она настолько тонкая. Вот эти вот листики. Что когда чуть-чуть поднажимаешь на нее. То она вся гнется и сгибается. Видите, вот эти вот листья. Они как-то интересно сделаны. Что филигрань как будто бы напаяна на пластину металлическую. Безусловно, брошь винтажная. Судя по застежке. Видите, собачка. Вот эта вот собачка. И вот эта вот клепка. И вот здесь клепка, конечно, это винтаж. Но она такая тонкая. И такая прям очень-очень. С ней надо осторожно обращаться. Потому что чуть-чуть вот где-то что-то надавишь. И все это гнется и сгибается. Видите, оно все вот прям ходит. Очень-очень нежная брошь. Два камушка. Я думаю, что это жидеид. Наверное. Тоненький, маленький совсем. В общем, она вся такая тоненькая и деликатная. Что с ней надо быть очень-очень осторожно. Но брошь великолепная. Такая интересная, необычная. Посмотрите, видите. Это как будто бы филигрань надета, напаяна на металлическую пластину. Или как это сделано, я не понимаю. Или это не филигрань, или это какая-то брошировка такая. Интересно. Может, это брошировка. Да, не пойму. Ну, в общем, интересная техника. Никогда не встречала ничего подобного. Но думала, что это филигрань. А потом посмотрела, что за это пластиночки сплошные. То есть, интересно. Да, зеленые камушки. Ну, вот такая вот интересная диковинная вещица. Тоже рада ее иметь в своей коллекции. Ну, и последний сегодня экспонат. В нашем сегодняшнем показе. Это вот такой вот бесподобный набор, сет. Видите, заплатила я за него 20 долларов. Это уже как бы не совсем по дешевке. Но, тем не менее, это то, что сейчас стоят такие вещи. Он маркирован. И я думаю, что он, конечно, достоин того, чтобы стоить 20 долларов. Во всяком случае, я думаю, что где-то на площадках ресейла это стоит намного дороже. Может быть, можно найти что-то подобное. Но я не думаю. Давайте я сейчас все это отстегну. Итак, у нас с вами Вот такой вот великолепнейший набор. Это компания Вендом. Я все время не знаю, как правильно ее произносить. Вендом. Мне вообще везет на Вендом. Или Вендом. Опять меня сейчас поправят. Но что-то я не запоминаю. Часто мне попадаются изделия этой компании. Вот, посмотрите, какой бесподобный. Шикарный набор. У него интересный дизайн. Как будто какой-то восточный. Такой, знаете, или индийский. Или вот что-то такое. Индокитай какой-то. Короче, какой-то по цвету металла. Такое яркое желтое золото. По дизайну, по камням вот этим. Он совершенно новый. Я не знаю, винтажный он или нет. Но выглядит он абсолютно новым. Я думаю, что это камни. Вот до сих пор я не купила определитель. Камень или стекло. Звучит как камень. Ну, максимум стеклышко художественное. Очень красивого зеленого цвета. Такого цвета джидеита. Нефрита. Посмотрите, какая красивая брошь. Значит, на брошь маркировки нет. Вот смотрите, как странно, интересно. Если бы я ее нашла, я бы даже не знала, что это такое. И не угадала бы. Вот такая застежка собачка. Думаю, что это винтаж. Но сохранность великолепная. Просто великолепная. Возраст выдает вот эти вот нашлепки. В клипсах, которые явно возрастные. Видите, как они сделаны с обратной стороны. Вот эти штуки явно такие уже пожившие. То есть, выглядит это как будто старенько. Но само изделие абсолютно как будто бы вчера его произвели. И только вчера вот оно было выпущено и произведено. Судя по всему, его вообще даже, наверное, скорее всего, никто не носил. Я, может быть, даже могу понять, почему. Знаете, не все любят такие яркие украшения, сделанные из такого желтого золота. Очень может быть, что кому-то он был подарен, этот набор. И вот он лежал у кого-то в шкатулке. И не был в ходу, в использовании. Потому что это такое своеобразное украшение. Чтобы носить, нужно любить большие, крупные, яркие украшения. И это на любителя. Не каждый это любит. Есть женщины, которые любят скромные, более такие маленькие, более каждодневные украшения. Это явно яркое. На выход, на какое-то событие. Поэтому очень может быть, что он лежал у хозяйки без надобности. Лежал в коробочке. И поэтому прекрасно сохранился. Кроме пожелтевших вот этих вот нашлепок на клипсах. Больше ничто не отражает его возраст. Шикарный набор. Конечно, на 20 долларов я отдала. Я думаю, что он того стоит. И вот такая вот замечательная, великолепная находка. Которая, конечно, будет звездой моей коллекции. Во-первых, необычный дизайн. Очень прекрасная сохранность. И, конечно же, маркировка. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такой у нас был сегодня показ. Вот такое видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Если вы впервые у меня на канале, я очень надеюсь, что вы со мной останетесь. Подпишитесь на мой канал. А если нет, и мы с вами уже давно дружим и знакомы. Я жду ваших комментариев. Конечно же, лайков. Буду вам очень благодарна за лайки и за подписку, и за комментарии. С вами была Дита. Увидимся совсем скоро в новом видео. Возможно, это будет украшение. Возможно, это будет примерки, обзор магазинов. А сегодня все. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. Пока-пока, бой.